Всем привет! Я Лейля Тажебаева, и вы слушаете мой подкаст. Сегодня тема «Как не сдаваться, когда плохо?». Для начала предлагаю разобраться, что означает слово «не сдаваться». Ведь для каждого оно означает что-то своё. Для кого-то, например, я расспрашивала. Слово «не сдаваться» ассоциируется с чем-то, какой-то картиной, сценой, возможно, из какого-то голливудского блокбастера, где солдат бежит с оружием, из последних сил, в состоянии отчаянные, борется, расстреливает своего врага и падает победителем. Уставший, обезвоженный, но победителем. Для кого-то не сдаваться – это не сгибаться под ситуацией. То есть вот ситуация диктует ему, значит, тебе нужно сделать шаг назад. А человек говорит, нет, я не буду делать шаг назад, я буду делать только вперёд шаги. И начинает утрировать ситуацию, не обращая внимания на своё внутреннее состояние, на какое-то, возможно, отчаяние или апатию. Тем самым делает только хуже себе. Но лично для меня не сдаваться – это как раз-таки сдаться. Но грамот. Для меня не сдаваться – это значит принять ситуацию полностью такой, какая она есть. Иногда нам нужно позволить себе побыть слабыми. И в этом большая человеческая мудрость. И сейчас я вам расскажу про эту мудрость. Итак, в чём же заключается мудрость в принятии слабости? Скорее всего, сейчас многие со мной не согласятся. Но позвольте мне всё-таки вам доказать твою точку зрения и то, что она имеет право на жизнь. Итак, смотрите. Все мы прекрасно знаем, что жизнь у нас – это синусоида. Это постоянно американские горки, это постоянно чёрное-белое, инь-янь, день-ночь, называйте как хотите. Но у нас пока что всё ещё в дуальности. Поэтому человек, который может принять в нужное время свою слабость, а в нужное время проявить силу, я думаю, тот самый человек и есть счастливый человек. Потому что я считаю, это навык называется умение жить в балансе. Буду говорить лично о своём опыте. В моей жизни было очень много казусов, минусов, синусоидных спадов и взлётов тоже. Я была и призёром всемирного чемпионата в Голливуде, и выступала перед очень непростыми людьми, так скажем, сильными мира сего. И получала даже от таких людей какую-то похвалу. В то же самое время я родилась с одним глазом, и с шести месяцев ношу протез на левом глазу, что, естественно, повлекло в детстве кучу всяких дразнилок. Сами знаете, дети очень жестокие. Поэтому я прекрасно знаю, что такое синусоида жизни. Когда ты сегодня на первом месте, ты чемпион, у тебя всё есть, тебя все хвалят, у тебя есть деньги, положение, статус, и буквально в одной части ты можешь потерять всё. Ты можешь остаться на улице, остаться без дома, плюс все твои внутренние комплексы выходят, у тебя нет друзей, потому что они отвернулись от тебя или предали. Всё это я проходила в своей жизни. И всегда думала, как же найти в себе опору, такую силу, чтобы никогда не сдаваться, чтобы никогда не падать в отчаяние. Господи, какая я была наивная, думая, что есть некая кнопка, некая сила, которая позволит быть всегда на коне. А оказалось, опять же, подчеркиваю из моего личного опыта, что уметь отступить в нужное время, принять свою слабость и признаться себе в том, что сейчас у меня не хватает ни ресурсов, ни сил, ни денег, у меня нет работы, у меня не востребованы мои продукты, мой бизнес стоит, меня никто не ищет, меня никто не любит. Я принимаю это. И вы знаете, какое сопротивление может вас здесь встретить? Очень сложно принять тот факт, что мы можем быть лузерами, что мы можем быть проигравшими. Поэтому мне очень близка фраза «Жить нужно в таком состоянии, чтобы быть готовым умереть сейчас и в то же самое время жить 10 тысяч лет». Задумайтесь, пожалуйста, об этой фразе. В ней кроется действительно рецепт счастья. Когда мы можем потерять все в один час, и мы готовы принять это в состоянии хорошо и спокойно, и в то же самое время мы строим грамадье планов и готовы жить еще 10 тысяч лет, это и есть удерживание баланса, та самая мудрость, которая так нам сложно дается. Поэтому, дорогие, давайте просто примем тот факт, что чтобы не сдаваться, нам нужно сдаться, признаться себе в своем проигрыше и побыть в этом состоянии. Очень важный момент. Ни в коем случае не путайтесь с депрессией. Ведь депрессия, как вы знаете, это психологическая болезнь. Это не просто психосоматическое состояние, когда вам немного плохо, вы месяцок побыли в нем и вышли из него. Нет, депрессия – это опасно. Поэтому при депрессии всегда нужно обращаться к специалистам. Чтобы понять, что вы в депрессии, куча видео есть на ютюбе, всегда можете посмотреть и сравнить свои симптомы с теми, которые предлагают психиатры. Почему я подчеркиваю этот момент? Потому что когда нам действительно плохо, мы, если не веруем в себя, конечно же, можем впасть действительно в депрессию. И нам может стать очень плохо. И тогда дело там уже будет не в том, чтобы не сдаваться, а дело будет стоять, как вообще не сломаться. Поэтому, дорогие мои, давайте еще раз для себя повторим, что чтобы не сдаваться и не ломаться, давайте будем гибкими, подобно в воде. Мы течем и кайфуем. В состоянии хорошо и спокойно. Если нам встречается камень, мы его огибаем. Да, возможно, ваше русло и скорость замедлится. Да, возможно, вам придется отложить какие-то планы, пожертвовать чем-то, побыть в грусти, встретиться с друзьями или вообще посидеть одному. И это все нормально. И как только вы действительно и искренне примите это, что вам плохо и что вы проиграли, и сделаете шаг назад, поверьте, сила, энергия и жизненная радость не заставят себя долго ждать. Наверное, резюмира я скажу следующее, что не сдаваться – это проявлять гибкость, но не силу. Надеюсь, мой подкаст поможет вам разобраться в себе и не сдаваться, когда вам будет очень плохо. Субтитры сделал DimaTorzok